Итак, на Капитолии по-прежнему наблюдается патовая ситуация. А вот как долго США могут функционировать в условиях частичной приостановки работы госструктур? Несколько дней, недель или месяцев? С этим вопросом мы решили обратиться к политическому обозревателю РТВА Марии Гордон, которая находится сейчас у нас в студии. Мария, вам слово. Валерия, я думаю, не стоит даваться в чересчур мрачные прогнозы. Несколько дней или недель – это да, возможно, а вот о месяцах речь все-таки не идет, это нереально. Конечно, шатдаун – неприятный момент. Но это случается в Америке не в первый раз. Это даже было не один, не два и не десять раз. Семнадцать раз Америка через это проходила. И, как говорится, никто не умер. Самый долговременный шатдаун произошел 17 лет назад, в середине девяностых, когда президентом был еще Билл Клинтон. Но тогда это был декабрь, рождественские новогодние каникулы. Середина декабря до середины января правительство не работало. И в связи с праздниками отсутствие полноценного госсектора было не столь заметно. Сейчас, когда у нас будни, а не праздники, весьма опасна долгосрочная перспектива закрытого правительства. Ее результатом может быть снижение потребительского спроса. Люди не получают деньги, соответственно, их покупательная способность снижается. А это тоже влияет на экономику. Все будет зависеть от того, как долго это продлится. Если несколько недель, это серьезно. А если еще 4-5 дней, то потери будут не такие страшные. Валерий. А в чем все-таки состоит основная угроза, вызванная отсутствием согласия на Капитолийском холме? Знаете, Валерий, хочется привести евангельскую цитату, которую очень любил президент Авраам Линкольн. Дом разделенный выстоять не может. Система сдержек и противовесов, столь милая сердцу поборников американской демократии, время от времени упирается сама в себя. Вот не договорились демократы и республиканцы, конгресс и президент. И все. Система идет в разнос. Основная эта угроза заключается далеко не в частичной остановке работы правительства. Куда более значительной проблемой является потолок госдолга, в который США уперлись еще в мае 2013 года. Сейчас осуществляются чрезвычайные меры для того, чтобы страна смогла и далее выполнять свои финансовые обязательства. Час Х наступит 17 октября, когда пространство для маневра будет исчерпано, и США могут начать допускать дефолты по обязательствам перед населением и кредиторами. Для избежания дефолта Конгрессу необходимо повысить лимит государственного долга, установленный в настоящее время на уровне 16,7 триллиона долларов. Вот дефолт – это уже куда более страшная штука, чем шатдаун. Может случиться все – и кредитные рынки могут быть заморожены, и доллар резко обесценится, и процентные ставки в США подскочат. Это не я пугаю, это Министерство финансов США нас пугает. Там и до мирового кризиса недалеко. Теперь перед Конгрессом уже две проблемы. И если затянувшийся шатдаун – это вопрос скорее политического имиджа, то угроза дефолта в результате исчерпания текущего долгового лимита – это реальная проблема, способная не только подкосить американскую экономику, но и вызвать панику на финансовых рынках всего мира. Вот она – цена свободы и демократии, Валерий. Это вам не плановая экономика. Спасибо, Мария. Это была обозреватель РТВ Мария Гордон, которая следит за последствиями и перспективами разрешения бюджетного кризиса в США. Продолжение следует...